Северо-восточный государственный университет реструктуризирует. Социально-гуманитарный и педагогический факультеты объединяют в Институт социальных технологий. Такие изменения, по словам работников вуза, помогут в интеграции образовательных программ. СВГУ будет сотрудничать с московскими вузами. Это московские вузы, Российский экономический университет имени Плеханова, Московский физико-технический институт. Будет продолжать сотрудничество с академическими научными организациями. И институт будет двигаться вперед, привлекая в том числе абитуриентов, как наших, магаданских, областных, так и, надеюсь, из России и даже из-за рубежа. Порядок поступления в этом году тоже изменился. Подать документы можно в электронном виде, а их оригиналы принести в вуз в течение года. Сдавать вступительные экзамены придется по видеосвязи. Раньше приказ о зачислении был готов в начале августа, в этом году в конце лета. Количество бюджетных мест намного меньше, а вот проходной балл стал для абитуриентов, наоборот, выше. Надеемся на то, что мы выполним план приема прежде всего на бюджетные места. В этом году их несколько меньше, чем в прошлом. Надеемся, что и договорники у нас свои, естественно, появятся, и заочники, безусловно. Поэтому университет открыт для всех, но однозначно абитуриентам надо будет постараться, потому что ЕГЭ в этом году, уровень ЕГЭ по баллам, дающий право на поступление в вуз, он несколько приподнят по сравнению с прошлым. Поэтому отбор будет, наверное, более жесткий, более строгий. Руководство СВГУ планирует модернизировать старые учебные программы и вводить новые, например, юридическую психологию и коррекционную. В здании вуза сейчас активно делают ремонт к приходу студентов. Сотрудники надеются, что следующий учебный год начнется 1 сентября уже очно. Срок завершения приема документов от абитуриентов, которые поступают по результатам единого государственного экзамена, 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ. Подробную информацию можно почерпнуть на сайте СВГУ.